В привычных нам мифологиях и, прежде всего, в библейской мифологии, мир создается божеством, и он сперва создается мир, а потом то, что в нем есть. Сперва там добудет свет, отдели воду от твердия, а потом уже речь идет о создании человека, животных до этого и так далее. А вот во многих мифологиях за пределами Евразии ситуация другая. Там очень часто вообще не говорится о создании мира, о создании Земли. Нет и такого, чтобы о Земле и мир были вечными. На эту тему вообще никто не думает, но есть и есть. И были, и были. Ну, может быть, когда-то они перевернулись с ног на голову, но это отдельная история. Речь идет только о появлении каких-то отдельных элементов этого мира. И в частности, о появлении Солнца и Луны. Казалось бы, если нет Солнца, то как же люди жили? Это совершенно одно другому не мешает. Иногда говорится, что светил Млечный Путь, а чаще всего ничего не говорится. Ну, было так как-то не очень ярко. Но в целом свет был. Солнца не было, а свет был. Достаточно для того, чтобы те существа, которые жили в этом, ну, назовем, сумеречном мире, хотя он не обязательно даже очень уж сумеречный, для них этого достало. И тем не менее, есть истории о том, как же, наконец, появились Солнца и Луна. Такие истории в том или ином виде есть у очень многих народов, но по всей области, примыкающей к Тихому океану, начиная от Аляски, Чукотки и кончая Огненной землей, эти истории очень похожи. В частности, вот какие истории характерны для Перу. Перу, Боливия, они записаны многократно, чуть ли не в каждой деревне. Жили некоторые древние люди. Они, понятно, что они немножко неправильно себя вели, и Бог их журил за это дело. Ну и, в конце концов, сказал, что если они вот как-то себя не будут вести правильно, то дело кончится плохо. И они поняли, что взойдет Солнце. Они думали, что Солнце взойдет с Запада. Поэтому они стали строить свои каменные дома со входом на восток. Но Солнце-то взошло с востока. Они побежали, в эти каменные дома залезли, ну и там же все и погибли. Солнце взошло, Луна тоже взошла, и Ниавпа исчезли, появился наш мир. В некоторых кичуанских, перуанских версиях вместо Ниавпа, это уже поскольку влияние испанцев, конечно, синтез такой испанских и доиспанских представлений, речь идет не о Ниавпе, а о евреях. В них жили евреи, которые не слушались Бога, потом залезли в эти самые башни, и там, когда взошло Солнце, они там все погибли. Понятно, что это речь идет не о реальных евреях, это такое просто слово. Так вот, во-первых, что это за башни? Это башни, это погребальные башни, которые распространены очень широко в Перу, особенно в районе Плоскогорье, озера Титикака, в которых действительно люди хоронили мертвых в доингский период, отчасти даже и в эпоху инков. Современные индейцы, конечно, этого не помнят, что там было раньше. И для них это дома, в которых жили вот эти древние люди. Там действительно находят останки умерших. Можно подумать, что это весь сюжет, тем более там и евреи появляются, и явно какой-то бог такой вот похожий на Диоса европейского, испанского. Может, это что-нибудь такое очень позднее? Нет, это не очень позднее. Потому что кроме районов, которые сильно подверглись испанскому влиянию, таких как вот горные области Перу и Боливии, сходные мифы распространены, как я сказал, и в других районах. Ну, например, у тех же индейцев Бразилии есть такие индейцы Парисеи. Я сказал, что это в основном притихоокеанский пояс. Парисея – это внутренняя Бразилия, хотя не очень глубоко. Это не так далеко от боливийской границы. Там примерно тоже. Солнца не было, потом оно появилось. Появилось это не в порядке наказания, это никакой не бог. Это вот так взошло, и все. Вот такие дела. И все обитатели этого мира, который жил в досолнечную эпоху, они в кого-то превратились. Некоторые просто умерли. Другие стали животными. А до этого они были и не люди, и не животные. Они были вот эти, которые то человек, то ли животное. А тут они просто стали животными. Некоторые превратились в те сакральные, священные трубы и флейты, которые, упрости Господь, нельзя видеть женщинам. Или в маске. То есть эти маски, значит, изображают каких-то вот этих жителей вот такого предвечного мира. Ну, а те, кто сумели спрятаться и спрятаться там, где надо, и выходили из этого убежища не просто так, а тихонечко, закрыв глаза, потом открывали их в сумерках, постепенно привыкали к свету, те стали людьми. А те, кто сразу открыл глаза, те стали птицами, животными, разбежались по свету, ну и вот теперь люди на них охотятся. Вот это типичный южноамериканский вариант. Есть очень интересные параллели в Мексике, и в то же время мексиканским вариантам соответствуют варианты, записанные на территории Колумбии и Эквадора. Там вещь идет о том, как вознеслись на небо солнце и луна. То в данном случае это не бог какой-то решил кого-то наказать, и это не просто, ну, появились и появились, а это целая история. Дело в том, что первопредки, то ли люди, то ли животные, решили, что так дальше жить нельзя, что в мире света не хватает. В общем, можно, но лучше, чтобы было светлее. И они решают у кого-нибудь выбрать солнце. Кто годится на роль солнца? Конечно, все знатные люди в богатых одеждах приходят, но оказывается, на роль солнца они не годятся, потому что, когда разожгли большой костер, все эти люди испугались туда прыгать. А прыгнул в костер только мальчик-сирота, сын бедной вдовы. Он прыгнул в костер и утром вознесся на небо в виде солнца. А один из этих знатных людей, он все-таки как-то, ему тоже хотелось кем-то стать, он прыгнул в костер, когда костер уже остыл, и там остались только зола и угли. Он тоже взошел, но взошел в виде луны, которая холодная, и света дает мало. Ну и дальше, соответственно, эти светилы появились на небе. Параллели между Мексикой и Колумбией, они довольно близкие. Есть еще дополнительные варианты. Ну, например, в Центральной Америке, на территории Коста-Рики, Панамы, женщины рожают близнецов. Так вот, эти близнецы, дети, женщины, они с детства вот такие несчастные, тоже сироты, отца у них вроде бы нет, они сидят у очага, все в золе, но иногда куда-то уходят. Объясняется, что они уходят на праздник, там превращаются в красавцев. Это вообще мотив, который известен хорошо и в европейских и азиатских сказках. Но наступает момент, когда они являют свою природу. Вот в европейских сказках это просто, ну, вот уже понятно, что царь подозревает, и жена подозревает, наконец, этот волшебный муж является во всем блеске и становится наследником царства. А где в Коста-Рике и в Панаме там по-другому происходит. Они ссорятся с матерью, мать начинает понимать, что у них какая-то особенная природа, и они просят ее приготовить горячий какао. Она им кипятит какао. А какао, если вы думаете, что это тот напиток, который мы с вами пьем, совершенно ошибаетесь. Какао – это, в общем, шаманский напиток. Это наркотик. Его же пили без сахара. Его пили горячим без сахара. Это стимулянт. И вот они пьют кипящий какао, вливают это себе в горло и параллельно с этим возноется на небо и превращается в Солнце и Луну. Есть еще другой вариант, который для более северных районов американского континента, североамериканского континента, даже в Канаде, на Аляске, где все связано с вороном. Было довольно темно, и Солнце, Луну, звезды, вообще все на свете держал какой-то богатый человек. Богатый – это не европейское влияние. У этих людей действительно есть представление о богатстве. только богатство – это не наши деньги, а какие-нибудь раковины, моллюскы, денталиум. И вот как ворон поступает. Он превращается в мусоринку или хвоинку. И дочь этого богача случайно глотает эту хвоинку вместе с выпитой водой. Он в результате становится ребенком этой дочери. Она начинает от этой хвоинки, она беременна и рожает мальчика. То есть она рожает мальчика, который на самом деле этот бывший ворон. Но только он не в виде ворона, а в виде такого мальчика. И дедушка почему-то ужасно этому мальчику рад. Он его очень любит и очень балует. Но мальчик постоянно плачет и требует для игры вот то, что там вот висит под потолком. Ему дают. А это что такое? Это солнце и луна. Ну, иногда звезды и что-то еще. Когда он понимает, что дедушка разрешил ему играть с чем угодно, он берет солнце и луну, превращается в ворона и вылетает с ними наружу. И мир заливает свет. Но на этом дело не кончается. Почему я говорю, почему тут Южная Америка? Потому что вот это начало совсем иное, чем в Перу или в Бразилии. Дело в том, что когда мир заливает свет, те люди, которые жили в этом мире, превращаются в животных, в каких-нибудь рыб. В общем, они исчезают. Вот мир, который существовал до того, как появилось солнце, и мир, который после того, как появился солнце, это разные миры. Появление солнца – это появление нашего мира. И вот вообще такое представление о существовании какого-то рубежа в мифической истории, оно очень характерно, я думаю, даже не только для южной или для североамериканских индейцев, оно вообще характерно, для мифологии. Таким рубежом могут быть разные события. Но в Америке это именно появление солнца. И вот те существа, которые жили до появления солнца или еще какого-то такого значимого рубежа, для таких существ есть вот название в русском языке, которое придумал очень крупный российский фольклорист, милитинский, первопредки. Это не предки какого-то конкретного, это не предки этого рода, это не предки медведей или ягуаров, или воронов, это предки всего. Это те как бы люди или полулюди, полуживотные. Это имитация мира. Наш мир был сперва проигран. Это репетиция нашего мира. В этом мире все возможно. И в результате этой репетиции были отменены все варианты, которые не годятся. В том мире у женщин были зубы в гениталиях, соответственно, люди питались паром, были то ли люди, то ли животные, а вот случился какой-то рубеж, и начался наш мир, и больше это не миф, и это уже легенда, это история, это уже совсем другая эпоха. И еще раз повторю, что это одна из самых основных особенностей не только южно-американской, но практически любой мифологии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...